МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok Скажу, я не верю в то, что капитуляция Украины, в них ночью будет помянута, приведет к окончанию войны. Значит, смотрите. Я поднял вопрос о том, что нужны переговоры. То, по всей видимости, вот те предупреждения, что я делал раньше, о том, что цель Байдена, демократическая партия с омораживанием и конфликтом на любой стадии. Вот они не дошли до ушей Зеленского и его команды. Поэтому я сейчас продолжаю говорить о том, что нужны переговоры вот в этой стадии. В стадии, когда часть территории Украины оккупирована. И, зная реакцию людей, я предвидел, что люди будут говорить о том, что это предложение о капитуляции. Так вот, чтобы меня не обвиняли в том, что я делаю предложение о капитуляции, я сделал предложение именно в форме капитуляции. Мирные переговоры, замораживание конфликта в сегодняшней стадии – это капитуляция. Так же, как на капитуляцию пошла Финляндия в 1941 году, приняв все ультиматумы Сталина. Все. Сталин потребовал территории отдали. Сталин потребовал острова и разместить там военные базы советские разрешили. Сталин потребовал невероятную вещь. Он потребовал, чтобы Финляндия никогда не размещала на севере, в Лапландии, свои войска. Они согласили. Это была капитуляция. Результатом этой капитуляции было сохранение народа в Финляндии, сохранение финской государственности и прекращение этой очень тяжелой войны. Понимаете, там официальная цифра, по-моему, 150 тысяч советских солдат погибло. Не официальное то, что говорят историки, 300 тысяч. А то, что говорят, ну, предположительно, те же истории до миллиона. Это те, кто погиб не в результате военных действий, а от обморожений, там, всяких других причин. В сегодняшних условиях, когда Украина проиграла эту войну, проиграла не потому, что она сражалась недостаточно мужественно. Она сражалась очень героически. Вот. И все это произошло потому, что за спиной Украины стояла НАТО, то есть Соединенные Штаты, цель которых была не выигрыш Украины в этой войне, а выигрыш Путина. Это была война, которая началась с переговоров. Путин никогда бы не решился начинать военные действия от такого масштаба на территории Украины, если бы он не получил добро. Так же, как он получил добро при захвате Крыма, то же самое он получил добро от американцев во время начала войны. И судя по тем действиям, которые он совершал, это было добро на всю Украину. Понимаете? Ясно, ну, из самых там объективных данных, то Путин предполагал, что это будет такая же операция, как с Крымом. Ехали полицейские в сторону Киева, там войска даже не уйти. Константин, ну, смотрите, а что сейчас происходит? Я хочу вам сказать, что вы знаете, конечно, об этом, что было позавчера, по-моему, был самый тяжелый обстрел Киева за все время, а вчера был обстрел Белгорода, ответный. И он до такой степени был ошеломляющим, что даже советская, российская пропаганда не смогла это все затереть. Сто машин сожжено, пятнадцать, по-моему, погибших, опять же, около сотни раненых, серьезные разрушения, то есть сто машин в центре города, горящих, ошеломляющие видео, снятые белгородцами, надо валить, надо бежать. Куда идет, как бы, ваша теория и практика войны одновременно с обеих сторон? Война, кажется, украинцы интенсифицируют свои ответы и атаки на Россию. Украина ищет выход из совершенно тупиковой ситуации. Вот бомбежки Белгорода, нанесение ущерба жителям, это ответ. А может ли он привести к остановке военных действий? Ну, нет, конечно. Пропаганда, вы все правильно говорите, она использовала это для интенсификации военных действий. Значит, и теперь там происходят ответы ужасные. и гибель мирных жителей Украины. И, вы знаете, это все говорят, вот начались ужасные обстрелы, последний месяц, никогда такого не было. И это только начало. Переведены на военное положение огромные заводы. Производится оружие в масштабах, несоизмеримых с тем, что делают Соединенные Штаты просто по производству оружия. Все это оружие делается не для того, чтобы хранить его на складах. Оно все это делается для того, чтобы его использовать. Это ответ неточный, неверный. Он имеет, понимаете, проблема сегодняшней Украины, она, безусловно, военная. Но еще очень серьезная составляющая этой проблемы, это проблема пропагандистская. Вот эти два года почти непрерывно говорилось о том, что Украина побеждает. То есть сегодня там уничтожено там 500 орков, уничтожено столько техники, столько-то. А сообщать, сколько уничтожено, погибло украинцев, запрещено. Просто запрещено. Это, они это как-то даже название этому придумали. Это и ПСО, это подрыв обороноспособности страны. Ну вы знаете, с другой стороны... Подождите, Юр, я фразу хочу завершить. Народ переведен вот в это состояние, нереалистично. В этом состоянии совершенно нет выхода у Зеленского, но нету его. Значит, он обязан, это требование народа, сопротивляться. Пообещал выйти границам 91-го года. Выходи. Понимаете? Ему сегодня нужно переводить, переходить из ситуации вот совершенно фантомной, придуманной, пропагандистской в реальной. Нужно сообщить народу, сколько людей погибло, сколько людей покалечено. Это страшный... Из области научной фантастики, Константин. Ни одна воюющая страна не будет опускать свой собственный народ, потому что все равно победа реальная или победа потенциальная все равно маячит перед... Стоит перед глазами всего мира. Гораздо меньше людей симпатизируют, Путину, чем он себе представляет. Я бы хотел вас попросить. Победить в этой ситуации невозможно. Понимаете? Что если будет на несчастье к турбопроводу, идущему из России в Европу? Вот этому до сих пор, как говорят, функционирующему источнику доходов России и Путина, и его клики. Вот что если... И Украина. И Украина перестанет функционировать. Да, понятно, что на зиму это дело тяжелое, что это очень серьезная потеря для граждан, но в принципе перекрыть этот нефтепровод и посмотреть, на чьей стороне все-таки будет Европа, Германия в частности, Франция в частности, являющаяся получателем этого газа. Или они холодно переключатся на Голландский и нефть. Это война была начата демократической администрацией для того, чтобы умиротворить ситуацию в Европе. Это смысл войны. В результате там же было тяжелое состояние, противостояние, война на востоке Украины, там захват Крыма. Это была идея очень простая. Уступить Украину целиком, Путину, и все. Европа получает газ, нефть, все, что угодно. Украина превращается в Беларусь. С точки зрения американцев подумаешь, какая-то там Украина, какой-то там какой-то народ, который хочет... Вы коррупционный совершенно момент опускаете, во-первых, а во-вторых, есть достаточно серьезный стержень, да, он, конечно, не вполне таков, какой он мог бы быть под управлением Джей Эдгара Гувера в свое время в FBI, в CIA, и он мог бы быть... Алина Даллеса, да, он не так крепок, как бывало в старые времена, но эти люди знают об аппетитах Путина, они знают, что происходит в... как сейчас-то называется, за ними не угонишься, там, в главном управлении, номер какой-то, чьи аппетиты серьезно включают в себя страны социалистического лагеря, в кавычках, да, какое количество русских имеют проперти в Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Болгарии, вообще... Юра, вы опять уходите куда-то в сторону. Нет, просто... Ну, зачем об этом говорить? Ну, зачем? Сегодня каждый день гибнет огромное количество людей в Украине. А президент, администрация продолжает вешать лапшу на уши. Это преступление. Этого делать нельзя. Возвращать Украину надо в реалистичное состояние. Украина... В реалистичное состояние это быть под русским сапогом, да? Нет. Украина с точки зрения пропаганды победила в этой войне. Да, да, ладно. Уже победила. Уже мы эту песню спели. Она отбила наступление на Киев. Завтра, когда начнутся массовые бомбежки крупных городов Украины, Киева, Харькова, Львова, мы тоже будем говорить, что значит лучшее состояние. У России война это идет оружием середины 20 века, ну 20 века. Но у России состояние вооружений чуть-чуть лучше, выше. И возможности ресурсы по производству вот там скажем этих дронов, там завод, который... Ресурсы таковы, что их привозят из Ирана. Завод, который начал... Это не так. Это не так, Юра. Это не так. Комплектующий, потому что это уже не нужно. Это было время, когда нужно было так сказать противостоять санкциям. Это был один из инструментов. Санкции не действуют. Совсем воровали... Это претензии к западному миру. Воровали микро... Это не претензии к западному миру. Это претензии к демократической партии США, которая в день инаугурации Байдена начала снимать санкции с России, с Северного потока-2, с Ирана и так далее. Начала финансирование террористической деятельности. Практически вот это там цифры разные, от половины триллиона до триллиона, которые получает Путин. Это финансирование террористической деятельности, финансирование войны. Понимаете? Это открытое финансирование в этих условиях, когда Украине не надо ждать поддержки от Соединенных Штатов и от НАТО. Будет поддержка от разных отдельных государств, которые сейчас делают больше, чем они могут. Но цель и сказанная это было 26 февраля через два дня после начала войны. Какова ваша картина? Экспертная оценка санкций, которые могли повлиять на ход войны в пользу Украины? Какие санкции? Какими они должны были быть? Самая серьезная санкция это импичмен президенту Байдену. Потому что то, о чем вы говорите, директор ЦРУ, директор ФБР, это люди, это дип-стейт настоящий, это люди, которые принимали участие в переговорах с Путиным, которые стимулировали его, призывали, объясняли ему эффективность его возможных действий, давали ему гарантии не сопротивления, но так же, как в Крыму. Этот заместитель генерального секретаря Александр Вержбол, бывший посол США в Москве, это мягко говоря, понимаете, который просто закрыл там невероятным усилием журнал Америка, потому что мы смели, когда он устанавливал отношения с московскими чекистами, я смел бороться с Путиным. Я думаю, ему сказали, что, мол, сделайте вот что-нибудь с этим буровым. Он сделал. Это страшные люди. Сегодня они борются за сохранение своей власти в США. сегодня концептуальных серьезных изменений политики санкционной не предвидится и не ожидается и невозможно. Они готовы... Хорошо, хорошо, понятно, но если, Константин, если бы проводить санкции против путинской России, что это могло бы быть? Что могло бы их остановить? Ясно, мы знаем энергетическая политика Соединенных Штатов. Кстати, в этом русле, да, о чем думали, когда собирались отдавать Украину России? О чем думали, чтобы Россия еще в большей степени диктовала энергетически с помощью энергетики политику Европы? Еще дальше оттягивала их из НАТО? Много соображений, Юр. Например? Эти соображения изложены в разных статьях, в политиках, в Вашингтон-Постах, везде. Не допустить начало процесса дезинтеграции, укрепить власть Путина. Да, диктатор, даже стойкий диктатор, но пусть будет диктатор, зато какая-то стабильность. А вот сегодня эта Украина, которая посмела сопротивляться Путину, она создала условия очень нестабильные в России, очень опасные для Путина. И сегодня делается все возможное, чтобы помочь ему. Понимаете? И вот остановка поддержки Украины, голосование в Сенате, где у демократов большинство закон о поддержке, ну там, он не о поддержке, но по существу, о поддержке Украины, предложенной президентом Байденом, он не проходит. Не проходит, нет. Не проходит, нет. Что еще нужно говорить Зеленскому, чтобы он наконец понял, что два года, на самом деле не два года, а значительно больше, значит, с 20-го года, когда он мог извинить свою политику, это ошибка, это нанесение ущерба своей стране, Украины, это больше, чем преступление, это ошибка, но из нее надо делать выводы, ну вот сегодня нужно придать гласности все точные цифры, сколько людей погибло. Украинцы должны знать эту ситуацию, сейчас, там, не знаю, в барах в Киеве, как говорит Любарский, люди сидят, попивают там кофе, коньячок и говорят о том, что будем сопротивляться до последнего украинца, но им надо показать, что это не так далеко, ситуация, когда убьют последнего украинца, вот, это же, ну вот эти законы, ну абсолютно идиотские, которые они сейчас принимают, там, мобилизационный, запрет выезда, или, там, закон, в России приняли об отмене паспортов для некоторых неблагонадежных граждан тоже, отобрать иностранные паспорта, чтобы не могли при чем здесь Россия, ну мало ли что делает Иран, Россия, что мы туда смотрим-то, ну это бандиты, преступники, а Зеленский это нормальный президент, Украина это демократическое государство, ну в какой-то степени, хотя по мнению многих ответственных экспертов, и то, и другое, и Россия, и Украина, это все-таки не до демократии. Как вы думаете, у Украины есть компромат на Байденов и демократическую республиканскую партию в целом? Есть. В этом нет никаких сомнений. И если бы его не было, не было бы необходимости убивать бухгалтера Борисовна. Эта информация есть, есть записи, есть СБУ, которая следила за этим, есть записи телефонных разговоров, есть люди, сотрудники, которых можно опросить, ну, не под клятвой над Библией, но просто опросить. Они все скажут, все это есть, но нету желания это расследовать. Ну, и сейчас это уже поздно. Понимаете, это поздно, это там надо было делать в двадцатом году, когда наш с вами приятель сказал Зеленскому, дорогой, сделай мне одолжение, преступление совершено в твоей стране, расследуй его, пожалуйста. Вот до часу ли, как говорится, сейчас взять и высказать полуприватно, приватно, но чтобы это получило некоторое все-таки публичное освещение, киевской администрации, скажем, такую мысль, что дорогой Джозеф Рабинетович, вот нет у нас больше другого выхода, вот мы должны сейчас все это обнародовать, потому что кроме как на вас у нас надежды нет, а по-хорошему вы, видимо, не хотите. Вот давайте мы сейчас начнем утечку вот тех самых записей, тех самых файлов, тех самых разговоров, вот мы начнем эту утечку и выберем, скажем, Daily Mail, а не американские продажные, просто тех, кто за деньги это все делает, в смысле, кто зарабатывает на журналистике, вместо того, чтобы тянуть деньги. Вся эта информация давно есть у следственных органов США, вся. Нет, в публичную сферу это все нужно бросить, они как черт Ладана боятся все-таки этой вроде бы приводной прессы. Это поздно, продолжают какие-то поступать все-таки средства и Зеленский очень боится и очень боится, что Соединенные Штаты начнут запрещать ту помощь, которую оказывают Украине страны Балтии, скандинавские страны, Польша, Великобритания, другие государства. Понимаете? Почему демократы проводят, они это начали? Билл Гейтс первым заговорил о том, что в Украине коррупция, Билл Гейтс вдруг специалист в области коррупции вдруг заговорил о том, что сейчас для демократов очень важно получить перевес или они тоже связать это все с американской внутренней политикой, если какие-то очки, если бы заработала демократическая партия в плане перелома хода войны в Украине, вот эти 5 миллиардов долларов, что такое для Америки 5 миллиардов долларов? Это смехотворные деньги для Нью-Йоркского городского государства. Это принципиальный вопрос, принципиальный. Который он скрисязничал, как наш друг Сергей Любашкин говорит. Он не дает эти деньги, потому что боится американского народа? Нет, потому что он не хочет, чтобы Украина продолжала сопротивление, потому что он продолжает эту идею реализовывать полной оккупации Украины, потому что начиная с Нового года могут начаться массовые бомбардировки, такие, которых мы не видели. И в этих условиях... Почему они не начались до сих пор, за два года? Ну, у него очень узкое окно возможностей. он должен это начать делать, он очень должен это начать делать до марта. Вот у него январь, февраль, два месяца. Так же, как, кстати говоря, два года назад. Вот. Это уже такие политико-тактические соображения. Можно это обсудить, но это отдельная и долгая тема. Почему Путин не начал на самом деле он начал, массовые бомбардировки начались. Мой приятель, который выехал в Украину и оказался в Киеве, ну, вот он пишет, что таких бомбежек не было никогда. Понимаете? В Киеве. Вот. И я очень опасаюсь, что все это может закончиться очень печально для гордого украинского народа, которому морочат головы, во-первых, демократы, а во-вторых, морочат голову президент Зеленский. У меня сегодня был разговор с Марией Максаковой. Она сказала мне, что я вот не запомнил фамилию, к сожалению, потому что тема была вообще другая, но кто-то из правительственных людей в интервью опять же высказывался по поводу некоторого роста приязни к республиканцам и к президенту Трампу, и вспоминали про джавелины, и забывали про одеяло обамовские, в общем, всякое такое начиналось. То есть может быть какой-то поворот все-таки обозначится в украинской политике, которая сделает их более, украинских политиков менее как бы требовательными, но более приемлемыми для республиканцев, потому что это все подхватят и усилят и как бы создадут вот этот перелом, потому что вы знаете, я послушал противников помощи Украине и такого видного человека, кстати, как Такера Калсона, который по поводу, он теперь еще против помощи Израилю и против Бена Шапира, который как бы главный еврейский парень на англоязычном интернете, и он в кипе, и он рассказывает, как он за Израиль болеет, и из этого Такер Калсона делает вывод, что он совершенно не любит Америку, Бен Шапира не любит Америку, он не может это все делать. У меня есть одна знакомая, Юля, задает сразу пять вопросов, без запятых. А я Юра похожий. А вы похожи, да. Давайте по частям. Начало установления отношений с републиканской партией. Поздно. Или, как говорят украинцы, пиздно. Так. Значит, проехали уже, понимаете, это просто бессмысленно сейчас. Значит, необходимо возвращаться там в реальность, все правильно. Почему поздно? Чисто эмоциональная оценка поздно? Нет, почему поздно? Совершенно не поздно. Мы будем приветствовать это все, это получит хороший... Длительный политический процесс. Они создали имидж Украины, как и власти в Украине, как сторонников демократической партии. И как людей, которые ведут пропаганду в Украине, антитрамповскую, в пользу демократической партии. Это ответ на первый вопрос. Пиздно. Так. Теперь ответ на второй вопрос. Второй вопрос какой был? Что-то... Что вы считаете, не я. Да? Да. Мои вопросы. Да, вытащить компромат. Вытащить компромат и сказать, знаете что, думайте про нас, что хотите, но мы на ткани руководил выбора. Я вспомнил про Карлсона. Такера. Ну, да, Такера Карлсона. Ну, перестаньте его воспринимать как политика. Про него говорят потенциального вице-президента. Вы представляете? Это довольно распространенная точка зрения. Ему для того, чтобы стать политиком, там, огромная дистанция. Сейчас он журналист. У него цель раскрутка своего ресурса. Да. Он так любит Америку, что он половину приглашенных, у него скандальные люди типа Эндрю Тейта, который в Румынии был арисован за тратами. Ему нужно раскручивать свой ресурс. В этих условиях прислушиваться к нему как к политику, но это все равно, что там к Ромасваме прислушиваться. Ну, или к Жириновскому. Ну, Ромасваме все-таки он дает 80% солидных. Он из 12 силиндров он точно идет. Он раскрутился из 0, фиг но он реактивный, вы понимаете, он реактивный, он тут же отвечает, когда в Колорадо вот это прозвучало, что вот не пустим Трампа, если его не пустят на выборы, я потребую мое имя тоже убрать из бюллетеней. Вот вам горячий индийский парень. Значит, Эмма Бродская, перестаньте значит признать, украинцы не готовы сдаваться. Эмма, давайте запомним этот ваш пост. И когда количество погибших украинцев будет уже не 300 тысяч, а миллион, значит, я вас достану и ткну вам в нос вот этим вашим постом. То есть вы призывали украинцев бороться до последнего украинца, не считаясь потерью. Ну, логично или нелогично, но так это происходило всегда в истории человечества. Нет. Была Чехословакия. Была Масада. Была, которая, так сказать, не оказывала сопротивление. Была Австрия. Ну, все по другим причинам. Была Финляндия. Были, была Польша. Была и Украина, была вот эта Украинская Республика после Октябрьского переворота, тоже продержавшейся пару лет. Юра, сегодня у нас с вами ситуация катастрофическая. В этой ситуации вот эти залихватские, я потерял эту залихватские заявления, что мы победим, мы побеждаем, и мы там призывать украинцев к капитуляции, к переговорам, это предательство. Предательство сегодня, предательство Украины. Говорить о том, что надо бороться до последнего украинца. Это ненависть. Ну, видите, это решают украинцы, по большому счету. По самому большому счету это решают они. Мы с вами что можем делать? Мы можем немножко запоздало как бы оценивать ситуацию и предсказывать некоторые исходы опять же на основе опыта истории, который тоже нам известен частично. Кстати, Финляндия объявила войну Советскому Союзу по-моему 23 июня 41 года и она закончилась перемирием в 44 году. Результат, конечно, был территориально точно такой же. Конечно, Финляндия гораздо более процветающая страна, гораздо более комфортабельная, в которой первые автотуристы, попавшие после перестройки, в которой на зонах отдыха на автотрассе воровали унитазы и вывозили их в Россию, еще тогда Советский Союз, точно так же, как они вывозят унитазы из Украины, и стиральные машины. Точно так же, как они вывозили унитазы, стиральные машины, холодильники из Чеченской Республики, мебель. Вы себе не представляете, был поток из Чеченской Республики в Моздок грузовиков непрерывный. Поток грузовиков, которые везли мебель, просто ворованная мебель, везли в Моздок, потом грузили на поезда, на самолеты и везли уже в разные города России, эти военные. Это было, ну, то, что это позволялось, это было очень разрушительно для самой армии, для ее морального духа. Ну, это позволялось в Афганистане. Это просто мародеры, мародеры. И вот, вы понимаете, сейчас наши товарищи, не наши товарищи, говорят, как вот, да, мы тут увлеклись, мы их называли орками все это время, а они вот какие, оказывается, умелые вояки. А как называть тех людей, которые вывозят старые ковры, стиральные машины, телевизоры, унитазы, игрушки детские вывозят на своих, привязывают их к броне и везут их туда, откуда их транспортируют в разные усть и высшие и так далее городки необъятной России. Вот как еще называть этих людей и этим людям отдать Украину? Юра, вы опять возвращаетесь в ту же самую тему. Какая разница нам с вами в состоянии морального духа России? Это люди загипнотизированные, находящиеся под воздействием пропаганды. Но только они никогда не были разгипнотизированы. С одной поправки. Юра, я просто обсуждать даже этого не хочу. Хорошие они или плохие? Значит, они плохие. Но обсуждать это бессмысленно сейчас. Понимаете? После Афганской войны не прошло ни одного судебного разбирательства. Это была преступная война, когда советские войска уничтожали... Преступного судебного разбирательства в России, вы имеете в виду? На международном уровне, на любом другом уровне. То есть, эти афганцы, они получали льготы и награды до конца Советского Союза. Я помню, в 91-м году, это еще долго КЧП, значит, вот эти охранники мои, вдруг, ну, часть из них была из чекистов, вдруг они сообщили мне, что, значит, наши подвиги приравнены к подвигам вооруженных сил, сражавшихся в Афганистане. Мы получили дополнительные льготы, но тогда у КГБ там не очень хорошо было с деньгами. Вот, они и похвастались, я им платил огромные деньги за их работу, несоизмеримые с тем, что они получали там, как государственную зарплату. Вот, но они похвастались, еще они тогда же получили все, как это называлось, ну, жертвы вот этого взрыва атомной станции. В Чернобыле? Да, они все получили чернобыльские деньги, компенсации? компенсации как жертвы Чернобыля. Ну, получили, понимаете? То есть, я к тому, что Афган, вот эта страшная война, она не была осуждена даже в России, когда это все закончилось. Ну, были отдельные разговоры. Я, по-моему, вам рассказывал, у нас была большая передача, на которую пришел Кабаладзе, директор внешней разведки Советского Союза, этот Шибаршин. И мы обсуждали такой теоретический вопрос, преступники или те, кто бежал, пришел на сторону врага, вот эти КГБшники. И они доказывали, ну, я, естественно, говорил, что они по существу правозащитники, они правильно все делали, они боролись с Советским Союзом, хоть так. И эти ребята Кабаладзе, Шибаршин говорили мне, что они предали не Советский Союз, это бог с ним. Тогда это было там немодно защищать Советский Союз. Они предали корпорацию, а предавать корпорацию нельзя. Мы видим вот эти многочисленные покушения последних лет на сотрудников бывших КГБ, ФНБ, ГРУ. Это вот о том, нужно наказывать. У них разваливается, у них серьезная проблема, разваливается вся система агентурной сети по всему миру. Им нужно, ну, раньше это было такое идеологическая позиция, что ли. А теперь им нужно просто запугивать своих сотрудников. Группу Анны Чапман сдал руководитель этой группы. Они его искали, поймали где-то в Европе и убили. вот. Но это начался давно, уже начался процесс массового предательства. Люди переходят, в Соединенных Штатах сдаются. Понимаете, это агентурная сеть тает. Многочисленные преступления, которые сейчас совершаются в Европе агентурной сетью. Вот это продолжение деятельности КГБ той же самой советской разведки. Они очень полезны, они отмывают деньги, они организуют поток в обход санкций. Тем более, что все эти директора ЦРУ, ФБР все это знают, видят, но ничего не делают, потому что политическая позиция сегодняшняя демократическая администрация такова, что они делают все правильно. В этом заинтересованы и Соединенные Штаты, чтобы Путин не проиграл, чтобы Украина проиграла. Если вдруг захочет Дональд Трамп по своей привычке подсыпать песочку в политическую дискуссию, как вы думаете, какие последствия могло бы вызвать его заявление о том, что он не допустит захвата Украины Россией? Зачем? Вы знаете, что будет в конце 2024 года? Вы знаете? Не знаю. И я не знаю. И с большой вероятностью, ну, такая вероятность существует, Украины не будет. Понимаете? То, что сегодня делает Зеленский, его команда, может привести к тому, что... Это две разные вещи, понимаете, Украина не будет и то, что делает Зеленский. Зеленский это не вся Украина. Чем дальше, чем меньше Зеленского, тем больше Украины. Вы меня спросили, что должен делать сегодня Зеленский? Я вам ответил. Нет, я спросил про Трампа. Нет, сначала вы... Сейчас Трампу бессмысленно чем-то заниматься вот таким экспертом. Ну, это не царское дело, Юр. Заниматься экспертизами, если будет это... Мне интересно, куда это уведет его оппонентов просто по республиканской гонке и что скажут на это демократы? Вот вы цитируете Любарского, я недавно смотрел какой-то его эфир и он призывал украинцев понять о правде, там Марка Солонина он широко цитировал. Вот. Он призывал украинцев понять, что в Соединенных Штатах идет собственный процесс, очень тяжелый политический, экономический и сегодня это самое главное для граждан Соединенных Штатов и говорить о том, что они недостаточно заботятся об Украине, ну да, им главное чтобы Соединенные Штаты возвратились вот в это стабильное состояние. Это совершенно, конечно, без сомнений. А Зеленский делал все, чтобы этого не произошло. Понимаете? Я не хочу вмешиваться, сказал Владимир Александрович в внутреннюю политику США. Его никто не требовал от него вмешиваться. От него требовали соблюдать закон. Совершено преступление. Это преступление надо расследовать. Если ты тормозишь расследование преступления, ты соучастник этого преступления. И Зеленский фактически своим политическим решением заявил о том, что он соучастник этого преступления. Знаете, сегодня меня нелегкая занесла на канал живой гвоздь. Кто-то на нем живет, действительно. живой гвоздь. И я послушал Венедиктова Алексея Алексеевича, признанного иноагентом, как заявляется в начальных титрах этой радиопрограммы. Я при всем уважении к сопротивлению я послушал та же самая история, которую я слышу в Мексике и во всех странах, где я бываю. Я имею до третьего мира странах даже французам, испанцам, португальцам не до этого. Но в Мексике, например, считают твердо, что американцы нам должны. И вот точно так же Венедиктов говорит о том, как должна Америка помочь России, российской оппозиции, как она должна помогать всему миру и так далее. Что мир должен делать в ответ на это, я не услышал. Может быть, я не досидел до этой точки, но что может оппозиция российская предложить, во-первых, насколько она помогает Украине на сегодняшний день. Я особенно не вижу все разговоры этой помощи и все разговоры о том, как нам обустроить Россию после того, как Путин наконец умрет. И что Америка должна, должна, должна участвовать. Вот это все может настолько быть, насколько-нибудь конструктивным эти разговоры? Леша Венедиктов, его этот живой гость, они продолжают участвовать в пропагандистской кампании Кремля. Это очень осторожная позиция, которая исключает необходимость, возможность прямых обвинений Путина. Они никогда не говорят о преступлениях военных. они пытаются, понимаете, как они, ну вот Лешу объявили иноагентом, но он выставил плашку, да, я иноагент, простите, пожалуйста, больше никогда не буду. Им нужна аудитория российская. Они получают какие-то косвенные, так сказать, косвенную поддержку из-за того, что они влияют на эту аудиторию. понимаете, в той степени, в которой там им удается. Это и там рекламные кампании, может быть, и Кремль напрямую, чего я совершенно не исключаю. Им нужна российская аудитория. Они не готовы к конфликту, как никогда и не были готовы. Понимаете, у них новодворское, боровое, это просто меня назначили иноагентом. Я иноагент с начала существования в политике, когда я писал эти злые юмористические пьески в сериале «Русская рулетка», когда я писал, кстати, для кукол несколько сюжетов. Я всегда был иноагентом, понимаете, в этом смысле. Я думаю, Пушкин был бы иноагентом тоже в нынешней России. Пушкин был в своей России иноагентом. Столпа на столбе корона. В России нет закона. Есть столпа на столбе корона. И сейчас это звучит, знаете, как... У него и другие стихи есть тоже, там, «Клеветникам России». Ну, в общем, Пушкин деятель искусства. Деятель искусства. Великий поэт. Я, кстати говоря, мы хотели с вами говорить о деятелях искусства. Давайте, потому что Новый год на носу, как бы мы эту тему не разрулим с Украиной в оставшееся до конца года время, а уже, наверное, после 1 января у нас будет немножко другая повестка. в том смысле, что будут новости, американскими новостями нас обещают завалить, украинские новости, ну, сейчас такая критичная точка, эти два дня интенсивных обстрелов взаимных с большими жертвами сравнительно других дней. Да, так какая тема, о чем мы говорили с вами, о культурной стороне вопроса, да? Вот мы сейчас с вами заговорили о Лёше Венедиктове и Пушкине, да, что позиция живого гвоздя или там эхо Москвы, она осторожная, ни с кем не поссорится, никого не назвать. Пошли бы они на голую вечеринку, как вы думаете? Если вы в курсе этого феномена. Да, в 90-м году в конце мы заключили договор с почтамтом. Почтам передал бирже огромный зал, я не знаю, 300, я помню, это главный на Пискодня, Горького тогда. 500 квадратных метров. И мы устроили новогоднюю вечеринку. Все были в смокингах, пригласили журналистов, поили, кормили, мазали щеки икрой, все напивались там страшно. На следующий день, но я не видел, это, знаете, мы назвали это годовщиной, что ли, биржа, был так, как-то надо было назвать. Может быть, это было не перед Новым годом, а после Нового года. Вот, но количество негативных статей было фантастическим. Буржуи, смокингах, пир во время чумы, вспоминаем. народу нечего есть, а они тут нас закармливают икрой. Понимаете, это было что-то, я потрясен был тогда. Там журналисты приходили с огромными сумками, набивали их там вином, закуской. А потом срачили свои. Да, а потом писали, как это там. Ну, слушайте, здесь немножко другая история, да, здесь как бы ясно, это вообще выглядел, конечно, очень убого из того, что я видел. из этих съемок. Все люди, которые там были, как бы они культурно ниже Плинтуса, честно говоря, находятся. Если кто-то там оказался выше Плинтуса, то только для того, чтобы засветиться, опять же, в достаточно одетом виде. Киркоровли, там это Лолита Милявская, все персонажи, как говорится, очень низкого, низкого разбора практически. рассуждения. Я хотел о нашей интеллигенции, так сказать, о наших писателях поговорить. Меня очень расстраивает, ну, такая, знаете, сервильность нашей интеллектуальной элиты, которая не хочет, да, не хочет ссориться с властью, которая не хочет, чтобы снижались тиражи на территории России. То есть, можно печататься в эмиграции. Я, кстати говоря, сейчас подумаю помочь российской эмиграции сделать такой монах. Очень много писателей, талантливых и молодых писателей сейчас в эмиграции. Надо им как-то помогать, помогать, может быть, даже не материально, а позволять, ну, публиковаться. Нужен такой белый эмиграция в свое время выпустила несколько альманахов такого рода. Но сейчас это проще сделать, чем когда бы это ни было. Идите на YouTube, читайте свои истории, публикуйтесь на X, публикуйтесь на любом ресурсе интернетном. Нет, ну, хочется, знаете, все-таки сделать там альманах такой бумажный, традиционный, распространять его по подписке не всем. Вот, и ко мне все обращаются, почему вы на своем ЖЖ собираете эти, как они называются, визиты, просмотры, там, деньги. Но это символические деньги, но это все-таки какая-то доля ответственности зрителей. Они понимают, что для того, чтобы смотреть этот материал, но им нужно там в том числе рекламу смотреть. Так вот, насчет писателей. Мне кажется, вот эта сервильность их, она служит очень плохую службу им. Понимаете, потому что потом ну, придется на многие вопросы отвечать, понимаете, объяснять свою позицию, почему она была такой там, мягкой. В свое время, вы знаете, я очень дружил с Василием Павловичем Аксеновым. У меня, я у него несколько интервью вот для журнала Америка взял, где-то еще мы публиковались, у меня была своя передача на Первом канале все еще тогда и назывался «На отражение». Вот. И вдруг он на каком-то писательском съезде выступил не то, что в поддержку, а с неосуждением того, что Путин делает в Чеченской республике. Я его вызвал на откровенный разговор, даже записал его, но никогда не публиковал и, видимо, не буду публиковать, потому что это документ эпохи, где Василий Павлович вдруг мне сказал, у меня идет сериал сейчас, если я выступлю, значит, этот сериал очень важный для граждан России, он просто не выйдет. Это такая историческая оценка Московская сага нескольких серий. Это во-первых. Во-вторых, ну, я честно скажу, сказал он, ну, я не разбираюсь больше в политике России, вот, это ваша зона ответственности. Я американский гражданин, вот, и вы делайте, что хотите, там, я вас всегда поддержу, но это уже не моя страна, не моя ответственность. Понимаете, я был потрясен этим. Мне казалось, что он, ну, очень политизированный писатель, и задавать ему вопрос, там, чей Крым, просто нет необходимости. Вот, я знал, мне казалось, что я знал ответ. Оказалось, что это не так, и сейчас вот Марьяна, которую вы сделали интервью, она только что вернулась из Берлина, где разговаривала с известными российскими писателями, и у них тоже позиция, знаете, как неоднозначная, такая антиимперская. нам это не простят, типа, да? А черт с ними. Боровой он вообще это. Отрезанный ломоть. Юр, в 90-м году, когда Горбачев обратился к Западу, стал требовать, чтобы Запад давал кредиты, потому что уже тяжелая ситуация, боровой президент биржи вышел и сказал громко, что деньги вы будете давать, и обращение к Клинтону было тогда, деньги вы будете давать коммунистам, а расплачиваться нам придется, не давайте эти деньги. Если хотите помогать, инвестируйте, давайте деньги нам. А давать власти я оказался прав. Но люди, окружение вот это демократическое, оно очень негативно реагировало. Это по поводу того, что скажут там окружающие. Юра, плевать. Это история, которая продолжалась все там вот, не знаю, 30 с чем-то лет. В 91-м году, когда начались эти залоговые, ну, вообще идея, развития экономического России, когда я, там еще несколько человек говорили о том, что нужна балтийская модель. И нас называли Капородорские. Да, придут иностранцы, все купят, все у нас берут, продали своим за копейки, своим, в кавычках, свои, это все продали иностранцы. буржуази. И Лужков вместе с бандитами скупал всю Москву, мы митинги проводили, там, я достаточно громко говорил, что мэр вор, понимаете, это лозунг даже был такой, и тоже там выступления, ну, просто по телевидению, соратников по демократическому лагерю, то Боровой и Новодворской с ума сошли. В 99-м году, когда Путина выдвигали, его не поддержали. И мы говорили, что этого нельзя, от меня начали отписываться ближайшие друзья, соратники, но это сумасшествие говорить о том, что Путин взрывает дома. А потом нормально все поняли там, но эта история, она происходит постоянно, Навальный. Ну, понимаете, это оппозиция, такая реклама идет кремлевская, понимаете, и я показываю это людям. Нет, воровой кремлевский агент выступает против нашего Леши, который является естественно единственной оппозицией. Ну, а потом начали возвращаться. Витя Шендерович, мы в друзьях естественно были на Фейсбуке, но после моих выступлений против вот этой агентурной сети, которая создана вокруг Навального, я оказался против моих выступлений против Путина, я оказался в нелюбимых друзьях. Это нормально, не бойтесь этого, Юр. я хотел процитировать Кушкина опять насчет «Глаза толпы», но это не существенно. Короче говоря, судьба России это в лучшем случае разворовать всю эту западную помощь, а в худшем случае, что мы имеем сегодня, это построить такой глобальный преступный синдикат, который сегодня его действия и его кляксы по всему миру расплываются кровавые. Эх, друзья, закончите этот год на хорошей ноте, могу пожелать от всей души всем здоровья, Константин Натанович, вашим поклонникам, кто сейчас слушает нас, кто не слушает мои другие передачи, но слушает вас здесь, вам, друзья, здоровья, вам, друзья, уверенности и вам всего самого-самого. Приходите еще, мы работаем, Бог свидетель, мы работаем над хорошими новостями для всех вас, у нас больше сегодня хороших новостей из Америки, может быть, но попробуем завтра об этом рассказать утром. Константин, огромное спасибо вам. Спасибо вам, Юра. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова